Слушай так, я уже три кассеты нашла Так то Так то она оказалась вполне ААААААААААААААААААААААААААААА %, ты че тут стоишь, ты кто такой Всем привет, рада видеть вас на моем канале Титька Плей Я Наташа, сегодня мы с вами поиграем в The Radio Station От создателя Child's Art, в котором мы и игры уже играли очень много от этого разработчика И собственно сегодня я нашла еще одну, которая называется The Radio Station Я уже несколько раз назвала название игры, но вдруг, вдруг вы не услышали. Усажайтесь поудобнее, надеюсь, что будет интересно. Я думаю, что, скорее всего, у нас опять будет какой-нибудь маньяк-сталкер, потому что, видимо, разработчика пугает именно эта тема. Но обычно это смешная тема, так что погнали. Нажимаем новую игру. Скорее всего, мы какая-нибудь типа радиоведущая, вот это вот все. Масаки умер. Внезапно. Однажды, проснувшись рано утром, я получила это сообщение. Этого не может быть. Ни за что. Но... Но ведь только виделся с ним на днях. Человек, счастливо рассказывающий о том, что его работа на радио идет полным ходом, умер? Я поверить в это не мог. Его тело было найдено на радиостанции после обычной трансляции. Причина до конца не ясна. До конца не ясна? Что это вообще значит? Полиция отказалась проводить расследование на раннем этапе, классифицировав дело как самоубийство. Самоубийство? Полная чушь. В тот день, в тот день на трансляции что-то должно было произойти. И я решил самостоятельно выяснить, что случилось с моим братом. Вот оно что. Я немножечко сейчас в зубах буду поковыриваться. Орех ела. Ух ты ж, ёпты ж. Ничего себе. Так, фонарик. Так, это что? Ключ от радиостанции лежит в почтовом ящике моего дома. Но можете его взять, если он вам понадобится Хошимиту. Так, ну мы берем, во-первых, ключ от машины. Письмо от хозяина. Ой, а квартира-то, кстати. Подожди, а мы не хотим включить свет? Подожди, а как? Это вот такой вот фонарик дебильный? Господи, фонарик-то какой дебильный. Вообще ни хирашечки не вижу. А можно как-то получше купить? Тут так темно. Что, денег на нормальный фонарь не хватило, что ли? Он же вообще не светит. Посмотри, ну как он светит-то? Здесь машину. Так, ну что, поехали. А, то есть... То есть я еще и сама должна ехать? Ну ничего себе, вот это не тфаспит. Бляха, я не доеду, ребят. Я не до... Помогите! Я не могу доехать, у меня не получается. У меня не получается доехать. Еду, еду по дороге я. Как уеду, не пойми куда. Двойную сплошную я пересеку. И дядя полицейский побалует жену. Вляха, ну еще дядя полицейский подумает, что я бухой. Потому что я так еду, как этот. Я вообще где? Я доехал вот до какой-то... Что это такое? Вот это вот, что это такое? Так, радиостанция, выйти из машины. Давай, выйти из машины. Да подожди ты! Камон! Так, не сейчас. Вот, выйти из машины, выходим. Я просто пытаюсь понять, как это работает. Так, моя машина. А мой фонарик прекрасный работает. Здрасте. Нужен ключ от радиостанции. А у меня что? А у меня типа нету ничего. Ты шо? 10 йен. А как мне найти ключ от радиостанции? Может быть мне надо поехать домой к тому дядьке? Нужен ключ от радиостанции. Видать, да. Что-то как-то сложно все. Вот в этих вот играх, конечно, как сложно покинуть. Да, покинуть область. Потому что, ну, я пока не понимаю, что. Надо ехать дальше. Навстречу приключениям мы едем с тобой. Куда-нибудь доедем, не довезем домой. О, это человек? Нет, это просто статуйка стоит. Я думала человек. А это, кажется, не человек. Так, ну, едем по дороге, пока она есть. А там посмотрим, куда она нас приведет. Не, ну, как-то вот это вот на машине ездить всю атмосферу портит. Ну, согласись. Так бы пешочком сейчас бы уже по радиостанции бы бегали голожопиками. И все. Так, подожди, где я вообще? Так, нам, видимо, нужно вот сюда. Да. Да и тише, подойди же. У меня машина не слушается. Не работает машина. Я пьян. Так, мы едем вот сюда. Вот по вот эту душу, да? Да, все. У нас там даже домик обведен, куда надо ехать. Так что сначала мы исследуем жилище местного дядьки. Это вот это его жилище? Слушай, как будто бы нет. Но как будто бы похоже, да? Не, он, видать, живет на горе. Чушпан. Вот это его дом? Я не понимаю. Там, там тупик. Да? Я ни хрена не понимаю, как сюда заезжать. Вот так? А, вот, все. Выходим из машины. Приехали, наша остановочка. Все. Куда бедно доехали. Выболевались, проблевались. Ничего страшного. Так, фонарик. Фонарик, конечно, господи, на последнем издыхании. Что сказать-то? Ключ от дома. А, это ключ от радиостанции? Серьезно? И все? А домой мы к нему не будем заезжать? Ладно. Ну, а что? Ну, мы же за ключом от радиостанции приехали в конце-то концов. Правильно? Да, ребят. Ну, поехали. Что, назад? Едем на радиостанцию. Вообще, так как это мой брат, в теории, мы бы с вами вообще на изи могли бы зайти в дом. Опросить его жену. Я не знаю. Странно работает полиция в этом городишке. Полиция как будто новогодние праздники, знаешь, начались. Куда я еду вообще? Не понимаю. Машина просто колымага. Она не работает. Ни тудым, ни сюдым. Вообще, едет через жопу. А где все люди? Все уехали куда-то. Может быть, тут какая-то странь странная происходит, поэтому здесь никого нет? А мы тут ездим как дурачок на машине. Мы почти приехали, кстати, туда и радиостанция. Сейчас включим всем музыку, а вось город проснется. Вот она наша радиостанция. Выходим из машины. Наша остановочка. На выход. Здрасте, я пришел. Я пришел на вышку. Нужен ключ от радиостанции. Так, это ключ от машины. Проблема в том, что я не вижу. Вот он. Так, ну что, у нас теперь есть фонарик. Дверь завай, закроем. Так, ну что, как дела? Кассетный магнитофон. Кассета. Подождите, я сначала... Можно я вот так вот посмотрю, что тут вообще есть в этом помещении интересного? Не, ну такая маленькая, конечно, радиостанция. Парочку компьютеров, чтобы поиграть одинокими вечерами там в дотку. Даже та сортира... А, нет, есть. Записка какая-то. Что это за записка? Карта как будто какая-то. То есть туалета у них нету. Где же они ходят какать? А, нет, смотрите. Вот звукозаписывающая студия. Но какать все еще негде. Бедные, предприкинь, им негде срать. Бедные пацаны, они просто терпят. Неудивительно, что чел просто не смог. Не смог больше это терпеть. Он просто обосрался и захлебнулся своим калом. Понимаешь? Я его понимаю. Так, ну давай вставим в кассетный магнитофон. Это ужасы с Масакей. Всем привет! В этой передаче я Масаки читаю страшные истории. Итак. Я не успеваю прочитать. Слишком быстрые субтитры. Приступим к чтению. Это пресс-мо нам прислал Токо. У моей одноклассницы есть шестое чувство. Эта сила была с ней. Она проявлялась не так экстремально, пока она не пошла в школу. Она не видела призраков четко, лишь туманные фигуры, а еще чувствовала, как некоторые места холоднее других. Но как только она начала ходить в школу, стала видеть их все отчетливее. Все началось с того момента, когда она поняла, что никто кроме нее не видит человека, всегда стоявшего на одном и том же месте. Она говорила, что с тех пор начала испытывать ужас от возможности видеть подобное. Влюбленная парочка пила чай в кафе, но у парня не было ног. В парке играла миленькая девочка, но при этом была прозрачной. К счастью, она их не слышала. Возможно, из-за этого они не причиняли никакого реального вреда, потому что она стала меньше обращать внимания. Вроде бы это произошло в пятом классе, когда один призрак начал ее преследовать. Казалось, будто призрак постоянно что-то говорит, но она не могла его услышать, что ее очень раздражало. Однажды произошел инцидент. В тот день она заигралась с друзьями, не заметив, как вокруг стемнело. Потому она спешила вернуться домой в одиночестве. Из-за того, что уже было очень темно, ее пугал даже малейший шум. И тогда она вдруг услышала. Добрый вечер. Обернувшись, она увидела мужчину средних лет. Ты одна? Я могу подвезти тебя до дома. Спугавшись, она отказалась от предложения и попыталась уйти. Но мужчина тут же схватил ее за руку и произнес, сказал же, я подвезу тебя. Она была настолько напугана, что не смогла проникнуть ни слова. Как вдруг тот мужчина чего-то испугался и убежал прочь. Она взглянула туда же, куда и он, а то был всего лишь обычный призрак. Призрак присматривал за ребенком. Один из семи. Голос моего брата. Он сказал, что есть еще шесть таких кассет. Я должен найти их все. Серьезно? И это будет смысл нашей игры, найти все кассеты? Да ладно. То есть моя цель в этой игре найти все кассеты. Да подожди. Это вообще задача, ну такая, я хочу тебе сказать, херовастая. Знаешь почему? По одной простой причине. Потому что у нас все очень плохо со светом. Свет вообще песец. Ты посмотри. А тут нельзя как-то яркость можешь поднять? Яркость. Вот, давайте яркость повысим. А то я вообще ничего не вижу. Во, вот так как будто бы получше, да? А то прям сильно темно было, и мы много чего не видим с вами. Ну хорошо, давайте поехали дальше. Что, искать кассеты выходит? Выходит дальше. Мы ищем кассеты. Я не знаю, куда нам нужно ехать. Но скорее всего надо ехать куда-то домой. Покинуть, да. Покинуть это место. Машина так дребезжит, конечно, капец. Так, ну смотри. Мы на радиостанции. Есть какой-то большой домик еще. Поехали к какому-то большому домику. Ну а что делать? Очевидно, нам надо путешествовать. За мной пока еще никто не следит, вроде бы как, но я не ощущаю. Мне просто кажется, что мы пытаемся что-то найти. Семь кассет, прикинь. Одна, кстати, кассета в теории может лежать у нас дома. Слушай, а может быть поехать к брату до дому? Но это же логично, что к брату можно сразу поехать, и у него дома должна быть какая-то кассета. Я думаю, что да. Все-таки как будто бы заехать в дом брата, это более логично, чем ехать в какой-то рандомный дом. Но не факт, что у меня есть ключи от дома брата. Вот в чем вопрос. Но у брата же наверняка была жена или что-то из этой категории. Поэтому наверняка у нее должен быть дубликат ключей, и в любом случае кто-то дома должен быть. Так что дверь нам должны открыть. Выйти из машины, выходим. На выход! Здрасте! Блин, ну здесь все еще темно, как в жопе. Давайте еще повысим яркость. Так, яркость. Давайте вот так, что ли. Может еще даже. Вот так как будто бы получше, да, видно? Все. Так, а что я? Я не могу пробраться к своему же брату домой? Слушай, а может это не его дом, может быть это просто кладовка? Слушай, тогда надо ехать в другую сторону, в большую. Я же просто не знаю, я тут в первый раз. Меня как бы за ручку, видишь, игра не ведет. Она мне не объясняет, куда мне ехать и как. Она как будто мне рисует, куда ехать. Ну ладно, поехали. А, подожди. А вот здесь нельзя выйти было? Ладно, пофиг, поехали. Плевать. Очень странно пока. Ничего не понятно. Какие-то девочки, какие-то призраки. Но пока никого нет. Если так и дальше будет продолжаться, то мы будем с вами просто вынуждены окончить все. Так, ну смотри, вот он поворот. Он нас к дому приведет. Но может быть реально это там мой брат живет. Может быть у него есть специальное ключе хранения для рабочего ключа, а для дома своя. Какая-то ебалу... А, это склад вообще. Сейчас нам скажут, нужен ключ от склада. У вас нет ключа от склада. Да? Так просто? Чего? Да ладно. Что за прикол? Это весь склад? Вот это весь склад? Что за прикол? Что за бред? Алло? Да... Очень интересно. Так, двери все закрылись. Слушай, ну у меня больше вопросов, чем ответов на данном этапе. А это кто такой был? Что это за машина была? Видели, машина была? Я-я-пешила. Прикинь? Так, поехали, поехали. Какая-то машина черная за нами следит. Возможно, это те самые полицейские, которые пытаются что-то скрыть. Так, подожди, куда нам? Сюда? Сюда? Нет. Вот сюда. Не, подожди. И вот сюда. Слушай, какая неудобная карта здесь. Ещё и на машине то, что вот это вот ездить вообще. Так, ну хорошо. За нами следила какая-то таинственная тачандра. Это что такое? Торговые автоматы. Это за прикол, конечно. Ну давайте поиграем. Чё, есть тут чё? Как минимум телефонная будка. Таксофон. У меня есть какая-то бумажка. Таксофон, видать, деньги нужны. А у меня их нет. А, то есть вот так выглядят вот эти торговые автоматы и всё? Так, ультрафиолетовый фонарик. Класс. Использовать талон, да. У меня теперь есть лапша. Быстрого приготовления. Это что такое? А. Боже, я вообще не понимаю, что здесь происходит. Пока реально больше вопросов, чем ответов. И всё? У меня получается есть фонарик. Ультрафиолетовый, 10 йен. И еда из торгового автомата. Класс. И всё? Удивительно. У меня больше вопросов, чем ответов. Ну, собственно, это всё. К этому часу. И куда мне теперь ехать? Я вообще ничего не понимаю. Ну, поехали домой. Может быть, правда, брат мне что-то дома наложил какую-то кассету? Не, ну логично же. Что, скорее всего, то, что мне... Да, ну бляха, я не могу выехать. Дурацкая дорога здесь. Я вообще не умею водить. И херня у меня это не едет. Так, ну, мне как будто бы рисуют, куда ехать. Может быть, у радиостанции теперь сейчас будет машина вот эта чёрная подозрительная стоять? В любом случае, будем сейчас проверяшкать. Да. Вот тебе и радиостанция. Просто за нами теперь куколдит какой-то непонятный кто-то и зачем непонятно что. Сейчас посмотрим. А, подожди, стоп. А вот этого у нас не было значка. Почему он появился только сейчас? Мусорка какая-то появилась. Поехали на мусорку. Блин, ну, ну, тоже, ну, ну, дятина вот это вот ездить по 500 тысяч раз назад. Нашла Наташа мусорку. Вот это да! Вот это хоррор! Она просто ездила на машине. Так, ну я так понимаю, это вот та вот как раз штука, в которую я хотела заехать, но я в ней не заехала, помните? Я как раз видела такую дырочку и говорила, вот она, вот она машина достоит, так, так, так. Так, 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 тот, кто за мной следил, он что-то как-то это самое, смотри, попал в ДТП, в кассета, отлично. У меня есть новая кассета, замочек, о, выглядит какими-то голодными, слышь, крысы, я не вижу, хотите кушать? Я покормила крысок. О, они отравились, серьезно? Блин, простите, пожалуйста, крыски. Я не хотела. Это был экспромт. Чисто экспромт. Ощущение, что здесь кто-то сыт. Слышишь? Кручеек какой-то. Ну все, у меня есть две кассеты. Возвращаемся на радиостанцию. Теперь хотя бы хоть какой-никакой смысл обрели. Да не надо. Так, подожди, в какую сторону вообще ехать? Ой, какая же у меня усратая машина вообще. Так, все, вроде бы в ту сторону еду. У меня машина еще пердит, так скрипит, как будто у меня уже в доме кто-то е... Что за... Слышишь? Отвечаю, в моей машине кто-то едет вместе со мной. Возможно, прямо на моей машине. Она у меня сломалась. У меня тачка сломалась. Тачка сломалась! Чисто... Че делать? У меня тачка не едет. Еба, вы видели? Там кто-то был! Кто-то был! На моей машине кто-то был! Прям за мной! За мной кто-то был! А это, кстати, что такое? Это склад? Еще один. Сломать. О! Слушай, так я уже три кассеты нашла. Так-то... Так-то она оказалась вполне... Ты че тут стоишь? Ты кто такой? Ты че? Чертила? Ети же, пассатижи! Че стоим? Это он, наверное, врезался. Так, а можно что-то здесь купить? Пивка, например. Мне кажется, мне не поможет, если я буду закрываться здесь. Жутенько становится, да? Потихоньку. Так, ну поехали. Это ужасы с Масаки. Спасибо, что снова с нами. Время страшных историй. Начнем с обычного письма. У нас тут письмо от Токо. Тот же человек, что написал прошлое письмо. Последняя история была весьма интересной, так что я с нетерпением жду и этой. Вроде бы это произошло, когда моя дворожная сестра училась в средней школе. Тогда была она очень подавлена, так ее семья заболела. То время сестра я по сей день считает худшим в своей жизни. Она ничем не могла помочь своей семье, из-за чего была фрустированно, встревоженная и эмоционально нестабильна. Не могла ходить в школу. Не хотела ничего делать. И проводила дни, просто глядя на небо и вздыхая. Но все же у нее была одна надежда. Это ее лучшая подруга. С ней она поладила еще в начальной школе, и они были очень близки. Подруга беспокоилась о моей сестре, потому ежедневно приходила к ней домой. Выслушала ее и сопереживала ее раздраженности и тревоги. Также она рассказывала о забавных случаях в школе и смешила мою сестру, тем самым проливая свет на дни, иногда даже и оставаясь на ночь. «Однажды, моя сестра с нетерпением ждала приезда подруги. Взглянув на часы, она поняла, что прошло уже 30 минут, а ее все нет. Быть может, задержалась в клубе или слишком занята, чтобы прийти сегодня?» Думала она про себя. Тей конец часов становилось все громче и громче. Показалось, будто вдалеке она услышала сирену скорой помощи. Затем зазвонил телефон. Подруга попала в аварию. Ее лучшая подруга исчезла навсегда. Сестра стала во всем винить себя и больше не видела смысла жить. И решила пойти на самоубийство. Когда она же забралась броситься вниз с моста, то услышала и зовущий ее голос. Несмотря на это, она все равно попыталась спрыгнуть, но голос позвал ее снова. На этот раз перед ней появилось лицо девушки. Это лицо ее лучшей подруги. Сестра была так удивлена и поражена, что не выдержала и заплакала. Она решила жить дальше. Это произошло лишь однажды. Больше она не видела. Тем не менее, подруга всегда была и она всегда останется для нее особенной. 2 из 7. Так, прекрасно. Замечательно. Просто обосраться вообще. Потихоньку начинает становиться жутенько. Я боюсь вот этой вот заставки. Так, а сколько у меня еще? Еще одна есть. Да, мы снова вернулись. Какая история ожидает нас на этот раз? Давайте читать письмо. Оно от Токо. Снова она? Короче, Токо была какой-то ярой фанаткой. Ее истории очень трогательные. Так что я с нетерпением жду этой. Какой призрак появится на этот раз? Вроде бы это произошло, когда моя подруга училась в старшей школе. Ее семья была госпитализирована, потому что ежедневно посещала больницу. Эта больница также была и поликлиникой с множеством врачей и медсестер, которые постоянно менялись. Видимо, в тот период и происходила смена персонала на новый. Подруга чувствовала, как много изменений произошло в людях. Она перестала узнавать медсестер и видела лишь новые лица. Как обычно, она пошла в больницу, чтобы навестить семью, и в коридоре ей встретилась новая медсестра. Очень много здесь историй, конечно. Поскольку медсестра вышла со стороны палаты с ее семьей, она вскользь спросила у родных, «Снова новая медсестра?» На что я удивленно ответили, «О ком ты?» «Это мое недопонимание?» «Быть может, эта медсестра вышла из соседней или другой палаты?» «Но я точно помню, что шла она оттуда, где была моя семья. Меня мучило все больше вопросов, но я старалась не думать об этом. После этого с нами заговорила женщина средних лет, лежавшая на соседней кровать. «Так как это больница, кое-что случается!» Сказала она. Немного улыбнувшись, она раздала по конфетам мне и моей семье. Между тем, дама была весьма любезной и очаровательной. Через несколько дней я снова приехала к родным и осталась там надолго, не заметив, как пролетело время для посещения. После того, как я отлучилась с ванной, я направилась в палату перед уходом попрощаться с семьей. Тут я заметила, когда дверь палаты отворилась, и оттуда вышла та самая медсестра, которую я встречала ранее. Почему-то сразу решила спрятаться, и я видела, когда уходит вместе с той дамой с соседней кровати. Ага, призрак бабки и медсестры. Дама шла руку об руку с медсестрой. Я забежала в палату и спросила у родных о даме. Когда они сказали, что дама вышла из палаты одна, и я моментально погналась за ними. Я увидела их в коридоре. «Мэм, мэм!» – крикнула я позади, но они будто бы не услышав, ничего не ответили. Они остановились перед лифтом, и я подбежала ближе. Конечно, медсестра даже и не оглянулась, продолжая идти далее. Наконец, мне удалось их догнать, когда они уже зашли в лифт, я схватила даму за руку. «Мэм, с вами все в порядке?» Когда я произнесла эти слова, медсестра окинула меня взглядом и исчезла. «В лифте осталась лишь я и дама, которая так и не смогла что-либо вспомнить». Что за звук? «Была нажата кнопка Б2». «Как я узнала позже, эта кнопка вела в морг». «Куда же медсестра собиралась привезти даму?» Слышишь? Что-то происходит. Хотя, отвечай, я здесь не одна уже. Здесь кто-то есть. Ладно, у меня есть еще одна кассета. Последняя. И еще останется три найти. Ну, сейчас поедем и начнет происходить дичь. Так что готовьтесь, готовьтесь к жопе. Ура! Ужасы с Масаки! Всем привет! Как обычно, читаем ваши истории. И снова Тока, да? Конечно! Конечно! А кто, если не Тока? Мы уже начинаем привыкать к ней. Самая активная. Какая история будет на этот раз? Это история о девушке, которую недавно повстречала на подработке. Жизнь ее была наполнена ужасными днями с тех пор, как брата ее госпитализировали. Ежедневно она навещала его и хорошо за ним ухаживала. Извините. Это ведь та же самая девушка, что и обычно, да? Да, это Тока. Прошу прощения. Стиль на описании отличается от предыдущих писем, потому что я подумал, что это другой человек. Ладно, вернемся к истории. Когда, как обычно, я была в больнице, лечившим моего брата доктор... Прошу прощения. Заглавные буквы стоят в странных местах. Машина мертвая? Продолжим. Лечивший моего брата отвел меня в другую палату, а после некоторого молчания у него осталось не так много... Пошла я в палату брата, он улыбался, как и всегда. Блин, почему субтитры проскочили так, я не знаю. После этого старался как можно чаще приходить к нему, когда появлялось мне свободное время. Так и мисс прошла. Я с доктором не общалась около трех лет. Ой, уже около трех. Тот день было как-то холоднее, чем обычно. По дороге к брату мне позвонил какой-то маленький мальчик. Мама! Я не твоя, мама. Как только произвела эти слова, заметил, что мальчик чуть не расплакался, потому приняла решение поискать его мать. Вскоре мы нашли ее, и они встретились. Когда я уже собиралась входить, мама этого мальчика взглянула на меня и спросила... Мой дом прямо из-за углом, пожалуйста, зайди, отдохни. Я приняла решение. Мама мальчика угостила меня чашкой чая и кусочком торта. С облегчением вздохнув впервые за долгое время, я смогла расслабиться. Столь приятное время пролетело в мгновение ока. Время не позднее? Спросили у меня. Тут же взглянула я на часы и поняла, что у меня осталось всего лишь час до окончания времени посещения брата. И я не заметила я, что осталась здесь так надолго. Мне понадобится полчаса, чтобы добраться до больницы. Моментально выбежала из дома, но поняла, что даже попрощаться не успела должным образом. Тогда я обернулась, а этого дома уже не было. Но я не могла позволить себе думать об этом. Когда я спешила в больницу, зазвонил мой телефон. Тихого звука в кармане я не услышала. Приблизившись к больнице, я перед дверью видела маленького мальчика, похожего на брата. Это показалось странным, так что я подошла к нему. Почему-то казалось, будто мальчик спросит сейчас, где ты была, пока я страдал от боли. В спешке я забежала в больницу, но уже было поздно. Я назвала имя брата и заплакала громко. Почему? В тот момент почувствовала, я как-то проникая... Здесь снова заглавные буквы. Кае написано заглавными буквами. Прошу прощения. Продолжим. Проникает внутрь меня. Ой, сейчас проникнет в меня что-нибудь. С тех пор мой брат всегда был рядом и наблюдал за мной. Всегда. Чего? Что это был за хлопок? А вот тебе же стало страшненько, да? Понаслушались с вами кассеты, а? Понаслушались? Понаслушались. А нам сейчас куда-то придется ехать, искать новые кассетки. Ой, сейчас начнет происходить дичь, моя хорошая. Что это такое? А, это фонарь. Так, ну давайте проверим на всякий случай. Не, я думаю, надо ехать в другие места. Давайте сядем в машину и все станет понятно. Покинуть, конечно. Мы тут все уже сделали, все кассеты послушали. Так, давайте посмотрим. Новых мест у нас не появилось. Есть только старые. Слушай, ну можно попробовать доехать до дома, конечно. Либо на какой-нибудь склад. Может быть на складе что-то зачекинилось. Давайте сгоняем на склад, проверим. Ну а что, какие у нас варианты? Пока никаких. Но дома, кстати, логичный вариант, что может лежать кассета. Не, подожди, что-то появилось. Что-то появилась какая-то стрелочка. Какая-то стрелочка появилась, и она нас куда-то ведет. Да ну что ты врезался-то, господи. Я не понимаю, она вообще не ездит. Машина Колымака. Ехай. Так, поехали сюда. Сначала к дому с братом. Будь братом на 3 квадратом, да? Мусорные баки. Но у нас нет ничего. Поехали домой. Да не сейчас мы едем дальше. У меня машина просто дрючная. А вдруг дом брата открыт? Мы ж не знаем. Так, выйти из машины. Интересная игра, конечно. Убомрачительно классная. Так, здрасте. У вас есть еще, если найду? Не, ничего здесь не открывается. Все закрыто, да? Какой-то у меня брат странный. Покинуть. Значит, не туда поехали. Поехали тогда в склады. Думаю, тогда что-то должно появиться в складах. Я думаю, что да, стрелочка нас ведет именно в склады. В склады, меня вези в склады. Ты, 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 ты. Увези меня, увези меня в склады. Ты, 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 ты. Драные склады, ты, ты. Куда же я еду? Бляха, не тот поворот. Я выбрала не тот поворот. Ё-моё, ну тут поворотов столько вообще. Обосраться сложно. Ну что-то как-то он не спешит пугать. Так медленно это делает. Это же склады. Так, ну я-то думаю, сейчас на складе должно было что-то появиться. Ну как минимум. Мне кажется, с этими дверьми будет потом какой-нибудь страшный момент связан. Что я открою дверь, а там кто-нибудь стоит. И чё? Слушай, ну ничего не понятно, если честно. Если честно, ничего не понятно. Покинуть это место. Ну короче, не знаю пока, что делать. Давайте на этом закончим на сегодня с вами. Пишите, как вам игра, продолжить её снимать или нет. Может быть, она потом раскочегарится. Я посмотрю, конечно, в интернете. Если будет норм, то продолжим. Не забывайте подписаться на каналчик, поддерживать лайком. А мы с вами скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok